Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Натальей Батраевой, режиссером-документалистом-фотографом. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, Александр. Вы подробно рассказали о том, как работали на Донбассе последние три года. До этого вы снимали в Косово, в Южной Осетии. И, как вы говорите, вас интересует, как меняются люди, попадающие в такие сложные жизненные ситуации. Наверняка вы не могли не затрагивать вопрос в общении с людьми, со священниками, с мирянами. А, собственно, за что все это происходит? Вот как часто это бывает после глобальных мировых конфликтов, когда философы начинают рассуждать, а где был Бог, когда был Холокост, когда была Вторая мировая война и так далее, и так далее. Вот что об этом говорят люди, почему они считают, что они оказались в этой ситуации? И почему нужно доверять Богу, который допустил такую трагедию? Ну, у священников, у монахов, у людей, верующих, у них совершенно другое миросознание. И понимание ситуации, они, ну, естественно, это за отступление от Бога. Это следствие, это не причина, это следствие того нашей жизни, собственно говоря. Все достаточно просто. И там это очень чувствуется, и ситуация не разрешается, потому что мы не меняемся. Не потому что политики там предпринимают определенные действия. Не потому что кто-то там что-то пытается изменить, какую-то мировую ситуацию, на самом деле. Ну, вина-то в нас, в каждом из нас. И вот это один из мотивов моей работы. Я считаю, что каждый должен что-то делать, чтобы потом оправдаться. Чем мы оправдаемся? Мы должны, ну, естественно, и верой, и своими делами. Мы должны делать, и мы должны меняться. И в моем случае, так как я работаю в информационной сфере, если я что-то чувствую, что это важно, я пытаюсь донести людям в надежде на то, что кто-то, кого-то это может быть затронет, и кто-то начнет размышлять, и, может быть, что-то тоже изменится со временем. Расскажите о том, как встречают фильм «Донецкая вратарница» в тех залах, где удается его показать. Что говорят люди после просмотра? Они молчат. Первоначально у людей какой-то такой шок. Я не могу сказать. Вот вы можете лучше сказать, как зритель. Вы видели фильм. А для меня это было что-то такое удивительное. Я не думала, что будет такая реакция. Ну, как можно? Ты что-то делаешь, ты же не можешь предугадать, будет это удачно или нет. А здесь у людей меняются лица почему-то. Мы зажигаем свет когда. Я смотрю на лица людей. Женщины плачут многие. А у людей просто какие-то другие лица. И я вывожу их на разговор. Я понимаю, что это, конечно, кощунство с какой-то стороны. Но просто другого случая пообщаться не будет. И вот как у нас был один такой показ, когда священник сказал всем своим прихожанам, чтобы они пришли, посмотрели. Он сакцентировал внимание на каких-то там важных, на его взгляд, аспектах до начала фильма. А после он сказал, после этого вы все молча встанете и уйдете. Вот, чтобы сохранить это впечатление. Сейчас фильм находится в ограниченном прокате. Пока надо просто ловить какие-то объявления о том, где он показывается. Он показывается и по стране, по нашей, и за границей. И когда пройдет определенное время фестивального продвижения, фильм, надеюсь, будет показан более широко. Летел штурмовик, и он просто начал кружиться над аэропортом. Ну, нам казалось, что над нами. И потом начал дали к аэропорту. Стреляют! Завязался бы уже такой. Я очень испугалась, когда, да, я победила. Она забежала в храм. Она забежала в храм. Она, бедно, ее и саму трусила. Обнялись, побежали к иконе. Начали молиться. Вернее, молилась матушка. Она просто плакала, она взрыд и молилась. Матерь, Божий, примири нас. Еще в тот момент, может быть, и можно что-то было изменить. Примириться нам. Понять друг друга. Видимо, никто не хотел. Как вас приняли в фильм героини? Ну, это было сложно. Потому что, во-первых, человеку сложно увидеть себя со стороны. А они не медийные совершенно. И не были, и не будут медийными людьми. И все-таки там надо было быть очень осторожными, так как епархия в очень сложной ситуации. Она поделена напополам. Половина находится на территории Украины, половина находится в ДНР. Но мы не хотели целенаправленно, даже не из-за этого, мы не хотели затрагивать никакие внешние вот эти факторы. Мы хотели показать, я хотела показать и рассказать историю человека. Просто вот попавшего вот в такую ситуацию. Иногда меня обвиняют, почему я не показала украинцев. Например, вот сейчас у нас был один такой человек с Питера, но в Сербии. Я не знаю, кто это был, он сказал, а почему, почему вы не рассказали об украинцах. Но это не та история, это не история конфликта, это не новейшая история, это история человека. И мы старались именно показать. Давайте напомним нашим телезрителям, как вы работали, как часто вам приходилось ездить в монастырь, находящийся на передовой. И как изменилась судьба главных героинь за это время? Снимала я около трех лет, но я приезжала туда. Я приезжала, снимала какую-то часть материала. Первоначально из-за обстрелов было очень сложно туда попасть, потом было более просто. Но вся проблема заключалась в том, что в монастыре нет жизни как таковой. Мы приехали на 2-3 часа, что-то сделали там, они убрали, я что-то сняла. Но я не могла наблюдать за ними. Вот этот метод наблюдения, он немножко здесь не подходил. И так как они ведут достаточно такую жизнь подведенческую даже с какой-то стороны, они все время работают. Их очень сложно было даже на час, на два как-то выдернуть, чтобы они спокойно сели, чтобы они сосредоточились, и мы поговорили. Вот в этом была главная сложность. И было сложно выстроить, выстроить вот эту работу. Но как-то все начало складываться. И потом дошло до того, что когда первый раз героини увидели фильм, и тоже все очень переживали, матушки переживали, как это все будет воспринято, как вот… Все-таки их знают с одной стороны, а здесь их увидели совершенно с другой. И они показали одной из сестер. И когда она посмотрела, она спросила у Юли, кто написал ей роль, кто написал ей слова. Вот. То есть настолько это как-то получилось все органично, и я очень удивлялась, потому что герои, Юля, например, и мальчик-ополченец, и матушка, они как будто разыгрывали какие-то роли. Они один кидал мысль, говорил какие-то слова, второй продолжал, третий ее заканчивал. И вот там есть такой параллельный монтаж. Это разница в год, когда они ходят по келейному корпусу и говорят, что вот здесь вот были кельи, а мальчик-ополченец продолжает. Вот здесь вот люди спали, и в каждом помещении было что-то типа печки. Матушка говорит, а вот вы видите, все черное, они же зимовали в холод такой. И вот это идет вот так вот, как ступеньки, одно за одним, одно за одним. Она начинает фразу, он заканчивает. И, ну, это мистика кино какая-то. И героини, конечно, как-то я боялась, что они будут пытаться, что матушка будет пытаться как-то влиять на… Фильм, ну, это все-таки закономерно было бы, но, может быть, ей что-то и хотелось бы изменить, но она ничего не сказала. Она единственное попросила меня убрать одну фразу, все, на этом. Рецензия закончилась. И мы не знали, как воспримут люди до премьеры в Донецке. И вот у нас была чуть больше месяца назад премьера в Донецке, в кинотеатре, и пришли, конечно, прихожане, пришли друзья монастыря. И мы все очень волновались, хотя я уже знала, у меня это был, не знаю, какой показ, 40-й, 50-й, может быть. Но когда ты показываешь там и привозишь это к тем людям, о которых снят этот фильм, это совершенно другой суть. Если там будет хоть малейшая неправда, хоть малейшая фальшь, они это почувствуют, и они это не примут. И поэтому мы сидели, меня буквально вот трусило. Матушка сидела, то плакала, то смеялась. Юля вообще, как потом сказала, она сидела в какой-то такой вот, в какой-то прострации. И потом к ним кинулись люди, их просто задарили цветами. И, конечно, вот та реакция. Слава Богу, что все очень хорошо было. Но их жизнь не изменилась совершенно. И мы смеялись, я говорю, ну что, что, что вот поменялось? Она говорит, да что может поменяться? Что вы думаете, нам тут появилась там личная машина с водителем или еще что-то как-то? Нет, нет, совершенно ничего не изменилось. Но я надеюсь, что это делается не для того, чтобы в жизни человека что-то поменялось, его условия стали лучше или легче. Нет, мы все это делаем, чтобы помочь возрождению обители. И я думаю, это какая-то вот сейчас, это определенный такой задел на будущее. Потому что о них узнают, о них узнают уже в других странах. И люди очень сочувствуют. И не только сочувствуют, но, например, в Сербии. Я вот лично получала поддержку Северской православной церкви, архиереев. И это все пошло дальше. Они хотят знать, они хотят знать, хотят получать информацию. Просят, чтобы я что-то там писала, пересылала им. И я думаю, что о них узнают. Может быть, даже гораздо шире, чем мы сейчас можем себе представить. Идет какой-то такой процесс. То есть мы лишь какое-то средство, наверное, донесение. Как там Господь дальше решит, не знаю. В фильме присутствуют кадры, если не полного возрождения храма, но, по крайней мере, определенная реставрация. В какой сейчас стадии находится храм, монастырь? Какая нужна поддержка? И как могут неравнодушные люди помочь? Сейчас там собираются строить кельи, домовой храм. И что-то там еще. Это будет в одном помещении. Более детально я не знаю. А я знаю, что матушка работала архитектор над проектом монастырского комплекса. В русском стиле. Там большая территория. По-моему, два гектара. И вот там по вот этим вот рисункам. Это несколько храмов. Это большой корпус для сестер, для гостей, колокольня. Я не знаю, как будет дальше. Пока там какие-то строительные работы невозможные, масштабные. Пока не будет ситуация более или менее ясной. Я думаю, такое прям масштабное возрождение. Невозможно. Но то, что служится литургия. В храме служится литургия каждое воскресенье. И там сделали временную крышу. И пока жить там невозможно. Но если бы им только вот сейчас сказали, что да, вы можете там находиться. Если бы Владыка благословил, я думаю, они бы вообще ни о чем не думали. Они бы поехали туда и жили бы в этом вагончике без электричества. Вот только на днях провели электричество туда. И постепенно это все очень-очень так, очень плавно, очень медленно, вот на наш сегодняшний взгляд. Но, наверное, по-другому не будет пока. А что будет дальше, будет видно. И помощь, конечно, ну, естественно, там нужны очень большие средства, чтобы все это даже сделать, хотя бы разобрать эти постройки. Я не думаю, что там что-то подлежит восстановлению, провести экспертизу, как-то там поставить тот же забор в конце концов. Существует ли какой-то сайт или лучше через вас связываться с матушками, если кто-то из наших телезрителей захочет помочь? У них есть в соцсетях страницы, надо просто пытаться найти Свято-Иверский монастырь, по-моему, Донецк, вот в Фейсбуке и ВКонтакте. По-моему, они ведут, сайт у них есть, да, у них есть сайт, но так как их всего двое сейчас, это достаточно сложно. Нет человека, который бы вел вот эти соцсети, я не знаю, как будет в дальнейшем. И, конечно, кто захочет, тот может найти, предложить помощь и найти способ, какой передать. Достаточно сложно сейчас, потому что тоже банковская система, там как-то не работает. Но есть люди в России, кто захочет помочь, кто захочет помочь туда приехать. Это все тоже можно сделать. Мы все можем сейчас найти друг друга в любой точке мира. И, конечно, им очень важна вот эта наша поддержка и неравнодушие, и слова, и сочувствие, и молитва. Потому что вот сейчас я приезжала в Косово, в Сербию, и мне говорят, а мы за них молимся. И вот молитвенная помощь. И я пыталась рассказать монахам там, чтобы тоже завязались некие контакты. Давайте напомним имена. Игумене Михаила Шевченко, главная героиня, и Юля, Юля Педенко. Она помощница, помощница матушки у нее. Она и не послушница пока, и не монахиня. Вы в течение нескольких недель показывали фильм в Косово, вообще в Сербии. Да. И одна из Ваших фотографий в Фейсбуке представляла, как Вы показываете фильм нескольким монахиням, которые находятся в одном из косовских городов, в монастыре, в окружении абсолютно албанского города. Какие параллели Вы для себя почувствовали, приехав в этот монастырь, и о чем Вы разговаривали с этими матушками? Ну, это было буквально два дня назад. И это известный монастырь, это Джаковицы, монастырь Успения Пресвятой Богородицы. И там мать Феоктиста, которая жила 40 лет еще до начала войны там, которая пережила и бомбардировки, и то время, когда все сербы покинули Джаковицы. Она осталась, она и с ней еще несколько женщин, о них сняли и фильм, и о них люди в Сербии знают, я думаю, о нас знают меньше. И в 2004 году монастырь был полностью разрушен, это не монастырь был, это была церковь. Церковь маленькая, еще при турках, по-моему, построенная, и их успели эвакуировать, и албанцы полностью разрушили ее, я не знаю, выкопали ли они фундамент, но там был пустырь, пустырь и какая-то стоянка для машин или что-то такое. И я знаю очень давно мать Феоктиста, она была полькой, ее раньше звали, когда приезжала в Дечине, они жили в Дечине, их забрали. И она говорила, что храм будет восстановлен, я ей не верила, потому что это полностью албанский город, с таким колоритом, и там небезопасно ходить и говорить по-сербски, по-русски. И они выходят за пределы вот этого очень маленького монастыря. И я просто им поставила фильмы, у меня фотографии есть, они вдвоем сидят и смотрят, еще одна женщина смотрела. Ну, конечно, они плакали, и, естественно, это все про них, это все про них. И они вспомнили, но матушка, она так, я даже не дерзнула спросить у них об их чувствах, потому что я понимаю, что это настолько сильные какие-то, они испытывают чувства, я их возвращаю вот в тот страх, может быть, в тот ужас, который они пережили тогда. Да. И я в этом монастыре неполный день провела, и, конечно, вот это чувство, когда ты находишься внутри, это центр, самый центр города, вокруг многоэтажные дома, ты нигде не спрячешься, ты выходишь, идешь к церкви, и тебя видят с окон. И когда они читали вечернюю, вычитывали, и если молитва звучала громко, то там даже немного притворяли окно, а может, это случайно было, я не знаю. Но окна там полузакрыты, когда включается свет, чтобы не было видно. С улицы, конечно, это вышеестественная жизнь. И они сказали, передай, передай там в России, нам нужны послушницы молодые, вот, нам нужны, ну, молодые лет пятидесяти, потому что матушки уже в возрасте, и жизнь монастыря должна продолжаться, и, конечно, это и есть исповедничество. И сказали, что вот здесь жизнь, это, конечно, прямиком в Царстве и Небесной дорога. Они не покидают пределы монастыря, они не могут купить хлеба, им все привозят, либо албанские полицейские, которых охраняют, там, по-моему, их двое всего, они им покупают, идут в магазин, покупают хлеб. Это, конечно, вот эти звуки мудзинов, вот, как это, что это такое, призыв к этому намазу постоянно раздающийся, и все это иногда накладывается на колокольный звон, и очень громкий колокольный звон. В 7 утра вот мы ехали петь патриаршию на службу, и в 7 утра был звон колоколов. А в 5 утра был, как это, как это называть, так, крик или что это, призыв Моэдзина по молитве. Вот, и все это настолько, все переплетено. И то же самое их, кто их защитит? Вот кто их защитит, если вдруг что-то случится, два полицейских? Ну, это смешно просто, стены, да, перепрыгнул и все. Вот, но это, это, это исповедничество, это мучениство в нашей дне, я считаю. И это то же самое, что сейчас в Донецке. И владыка Косовский, Рашко-Призвинский, Косовский, Метахийский, Феодосий, он когда посмотрел, и он сказал, что да, это вот этот монастырь, он сравни нашему монастырю Девич, который многократно сжигался, осквернялся, разрушался, но, несмотря на это, обитель живет, монашеская жизнь там существует, и это тоже некий такой символ, который, наверное, его значение мы даже в полной мере не осознаем, история покажет. Если не брать подвижников веры, вы наверняка встречались с простыми гражданами, с простыми жителями и в Косово, и на Донбассе, и в Цхинвале. Какие чувства у них по прошествии стольких лет? Не чувствуют ли они себя брошенными? Мне кажется, отчасти есть, есть такое ощущение, но, может быть, даже неосознанно у них какое-то чувство, мне кажется, то есть они несут миссию определенную. Если они оттуда уедут, в частности, из Косово, на Донбассе, схожая ситуация, туда придут совершенно другие люди. И оставаясь там, это их подвиг, это тоже высшеестественный подвиг простых людей, которые живут в этих анклавах. Нет работы, нет ничего. Они продолжают там жить, они продолжают рожать детей и оставаться в окружении вот этого совершенно враждебного населения, мусульманского населения. И в Донецке немножко другая ситуация, конечно. У нас братская война. Брат пошел на брата к величайшему нашему горю. Но оставаясь там, не ища легкой и лучшей жизни, эти люди тоже несут очень такой серьезный посыл миру, мне кажется. В прошлой программе вы рассказали историю одной из героинь, когда я вас попросил рассказать такую квинтэссенцию, представить жизни простого человека в условиях войны. А вот можете ли вы вспомнить в Косово, в Сербии или в Южной Осетии пример судьбы простого человека, которое для вас стало бы вот таким вот отражением той трагедии, которая там происходит? Ну, наверное, самый яркий пример – это моя подруга Юля, но она русская, с которой мы первый раз приехали туда 14 лет назад. И я всем расскажу эту историю. Туда и то куда давайте сразу. В Косово, в Сербию. Мы приехали автостопом в Сербию. У нас такое планировалось паломничество. И тут как-то внезапно мы попали в Косово. А всего год назад там произошли погромы. Там было сожжено 35 церквей и монастырей. Сколько-то сел, из скольки-то сел были выгнаны сербы. Ситуация была достаточно тяжелая. И вдруг мы в это все окунаемся. Мы из нашей благополучной жизни. А Косово что мы там знали? Ничего мы не знали. И, конечно, это было очень сильно. И Юля познакомилась там с парнем, косовским сербом. И через год она вышла за него замуж. Сейчас она живет в Косовской Митровице. И вот два месяца назад она родила шестого ребенка. Да, и так интересно. Вот буквально вчера еще я у них была в гостях. И Дарка меня провожал. И чтобы попасть в дом, где они живут, надо проехать такой участочек города. Это Косовская Митровица. Половина там живут сербы на половине. Половина города албанцы. Не просто они живут. У них шесть детей. Квартира уже тесная им. И он работает вероучителем, как это, закон Божий, да, наверное, по-русски. В школе Юля пытается преподавать русский язык, но у нее как-то, не знаю, как это у нее получится. Но, наверное, они найдут какой-то выход. И вот эти дети, которые говорят, хорошо говорят на русском языке. И старший мальчик у них, Стефан, ему уже 11 лет. Вот он голубоглазый, светловолосый. Степан, Степка. Вот. И вот это тоже пример такой человеческой судьбы. И вот Дарка вот-вот буквально он меня провожал. И я говорю, ты, ты, Белград, не хочешь ли поехать только? Он говорит, нет, нет, нет. Я только Косово, только Косово. Хотя им тяжело, им очень тяжело жить. Они об этом не говорят, но я это вижу. И там масса таких семей. И люди, которые сербы, ну, которые в церкви, люди православные, они, конечно, рожают, рожают детей, рожают много детей. И вот это тоже, это, это, я не при... Я бы не знаю, как я поступила. Потому что одно дело, ты отвечаешь за себя, а другое, это беззащитный маленький человек с тобой. И с ним тоже может случиться всё, что угодно. И таких примеров много. Когда сербская армия ушла из Косово в 99-м году, ушли все сербские какие-то госорганы, осталась только церковь. И вот я там очень хорошо вспомнила, там книга «Задужбины Косово». Я начала смотреть вот эти известные фотографии, когда владыка Амфилохий с Черногории, он был с ними. И вы, конечно же, их знаете, когда он просто отпевал вот этих людей, которых нашли, которых убитых, когда он доставал головы сербов своими руками. Он был вместе со своим народом тогда. И сейчас там нет ничего, но там есть сербская православная церковь, там есть это семинария, там учатся 52 молодых человека, от 14 до 19 лет. Вот вам пример. И вот это воскресенье, это не надо ждать чего-то такого глобального. Вот то, что эти люди работают там, туда приезжают преподаватели с Сербии. Из 12 преподавателей только двое с Косово. Остальные все приехали с Центральной Сербии. Они живут там с семьями, они рожают детей и живут там с детьми. Вот пример современного исповедания веры. Спасибо за беседу. Спасибо за вашу работу. Спасибо за приглашение. И вот телеканал «Союз», он нас поддерживает с самого начала. Один из немногих. Так что спасибо вам. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok